У нас встречается между собой Cloud9 и Virtus.pro Polar. Счет серии, возможно, для кого-то сенсационный, для кого-то нет, но 1-0 в пользу команды Virtus.pro Polar. И вы знаете, если многие из вас поставили рарочки, либо денежки на Cloud9, то вам нужно сейчас нервничать, потому что VP Polar показали себя действительно отлично. Но сейчас, сейчас в этой игре им будет тяжелее, потому что мы видим, что хорошо подошли к пику Cloud9. У них есть и Visp, и Necrolfus, и Jakiro, отличнейшие герои. Магнуса также добрали. Для Фаты, правда, с Магнусом они играли, да. У нас в Киеве не совсем получалось, скажем так. Но там был Кентавр, здесь Кентавра не будет. Кентавр в бане. Кентавра забанили, и вы знаете, не против мага. Забанили против Фобоса, потому что именно Фобос изничтожил фактически Cloud9 на первой карте. Разор, Тайдхантер, Пак и Шедоу Демон. Это пики от Virtus.pro Polar. Мы ждем два последних бана, и, понятное дело, первые, последние пики. Что же это будет? Ну что, пятый бан. Задумался, задумался. Энви не получилось выиграть с Терраблэйдом. Мы видим, банят дровку, банят Брю. Терраблэйды не трогают и не берут его Cloud9. На этот раз Энви сыграет Некрофосом через свой любимый Родоф Атос. Санкинг и Огрмаг в бане. Санкинг и Огрмаг в бане. Санкинг и Огрмаг в бане. Ложные Магнус, Миди, Шейкер, Висп, два саппорта и Некрофос. Интересный пик. Хороший пик. Чем ответят... ВП? ВПП, если быть точнее. Чем ответят ВПП? 10 секунд remaining. 5 секунд remaining. Конечно же, ВПП хотят показать себя очень хорошо. Конечно же, хотят себя показать в первую очередь Маг и ФНГ. На хорошем уровне. Хотят они доказать, что ребята... Мы вот. Мы здесь. Ну и Винга. Последний пик от Виртус Про Полар. Всем классный пик от Виртус. Если Бурля и Некрофос. Где ж ты старт игры? Вот он, старт игры, и сразу же пауза. Я надеюсь, что ненадолго. Сегодня мы уже от пауз, скажем так, натерпелись. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, смогут ли Virtus.pro создать действительно серьезнейшую сенсацию? Потому что, я думаю, никто не будет спорить, что победа Virtus.pro Polar в полуфинале над явными фаворитами этого матча, а возможно и финальной вот этой квалы, это будет сенсация, потому что так оно и будет. Это действительно будет сенсация. Поехали! Вторая карта, Virtus.pro Polar 1-0 в матче против Cloud9 на данный момент. Tidehunter Mag. ФНГ опять на винге, Лил сыграет на Shadow Demon, а Фобос на паке или Дана Разоре? Фобос пойдет в мид. Ну и Фатта говорит, летсплей сам Дота 2. Фатта сыграет на Магнусе, Ауи будет играть на Шейкере, Энви на Некрофосе, ну и Бон Севен, Пайлайдай, соответственно, Джакиро и Висп. Лютейшим образом интереснейшая игра нас ждет. Если Cloud9 сейчас отыграется, нас ждет еще третья карта. Ну, в принципе, мы сегодня три карты видели в матче ПР против Сикрет. Три карты здесь, это будет действительно настоящий плей-офф, настоящая рубка. Вам же скажу, что расписание завтрашних и послезавтрашних матчей на саммите вы можете найти на сайте live.starluder.tv Мы переезжаем. Я думаю, вы уже все читали новость на Dota 2 Starluder TV, что новый сайт Starluder появился, и сейчас мы над ним работаем до конца. Скоро он будет уже запущен и будет работать в полную силу. Так что, заходите. Ну что же, Envy, спайлайдайм в легкой, фата в миде, в сложной Джакиро, а у них, как всегда, сделал станчик, отрезал крипов, чтобы Джакиро было уютнее. И вот он на стратегии Cloud9, которую мы видим очень часто. Bond7 так любит, ну и точно так же будет делать Envy, да. Два Ring of Protection. Восемь армора на самом старте. Очень интересный выбор. И Bond7, и Envy его очень сильно любят. Вчера против EG получилось. Получится ли сегодня против Virtus.pro Polar? Но пока мы видим шикарную позицию у Винги. И что будет качать маг? Маг пока не качает ничего. Он надо качать Гаш. Итак, атака. Спрятали Envy. Тут же Винга. Нет, это будет не Гаш. Это все-таки будет Гаш. Вот так. Гаш, стан, Envy. Как же ему повезло. Два... Только сказал. Как же ему повезло. Нет, не повезло. Стан потратил шейкер, и Форсблат все равно забирает Лил. Отличная игра от Pro Polar в самом начале. Знаете, действительно хорошо отыгрывают они. И не знаю, какие тут могут быть у кого-либо претензии к их игре. Смотрится Virtus.pro Polar пока действительно отлично. Ну и в частности на трепле они будут пытаться опять-таки переиграть. Клоудов. Но то, что пешком сюда бежит Envy, это уже беда. Тем временем мы едем на Вардиле очень хорошо. Virtus. Тыкнулись с N3. Не будет возможности... И опять. И опять Лил. На этот раз на... Ай, как хорошо. На Виспа маг уже здесь. Нет, у него маны на Гаш. Но, типа, напасть на Виспа тяжеловато, да? Что Висп улетает. Так что надо подать на тех, к кому теоретически может прицепиться Висп. В попытке их спасти. Увидим. Ну, маг мы видим за счет того, что качнул Гаш на первом левеле. Сейчас у него нету Кракеншейла. И его тут оставят одного. В любом случае, бусты мы дали очень хорошие. И уйдут сейчас отсюда два саппорта. ВП Polar. Уже они, мы видим, убежали. Уже будут пытаться напрячь Фату в миде, а потом пойти на помощь Иллидану на легкой линии. То есть, все абсолютно правильно делают они. Пробежались под Вардам. Фата это знает. Вот, Лил. Ну, Лил тут что-то сейчас очень-очень много дэмэджа наполучал. И как бы он тут не умер. Через 3 секунды будет еще один Шок Вейв. Вот так вот. Винга по таймингу и админ слил. Ну, это ошибка. Но вот тут догулялись и подарили Фати фраг. Просто на ровном месте подаренный фраг. Вот так, конечно, действовать ни в коем случае нельзя. Ибо ничего хорошего с таких вылазок обычно не получается. Бон Севен 6-0 на топе имеет Мирин Крипстат. Иллидан 12 на 7. Иллидан пока Бон Севен особо к крипам не подпускает. Держит на расстоянии. Фармит. Ну, собственно, Иллидан... Иллидан правильно все делает. Иллидан. Ну, а тут Шэдоу Демон. Ну, так как мы и предполагали перетянуться через мид на топ лейн у нас саппорты Виртуз Про. Но вот если бы они не умерли... Ну, если бы не умер Лил в миде, было бы все, конечно, отлично. Но в итоге вот эта смерть Шэдоу Демона, она... Весь стартовый запал и правильность всех стартовых мув Виртуз Про Полар ставит под кое-какое сомнение. Ну, бывает. Энви тем временем начинает фармить. 10-1. Тайт Хантер против него имеет 9 на 2. Тайт Хантер там крипову побил, пока еще были саппорты рядом. Кстати, тем временем проблемы могут быть, опять-таки, у Лила. Его побило. Там Шекер дал стан, но Шекера... по-прежнему, левел 1, кстати. Ну и что же дальше? А дальше мы видим Висп тут пытается помогать. Энви... Ну он-то помогает, да. Энви действительно будет набирать свой крипстат. Энви действительно будет зарабатывать свои деньги. Ну вот маг возьмет левел. Это плохо. Маг! Маг! Энви! За ним! Тычка! Маг переживет ли ее? О, нет! Должен 150 хп и... Выживет, выживет, должен выжить. Да, выживает маг. Он бежал просто на базу. Там всего 2-го левела у нас Деспульс, правильно? Да, 2-го левела Деспульс и магу... Мага не пробило. Был бы 3-го, маг бы, наверное, умер. Бежал бы на базу, регенил, но... Увидим. Не пошло. Здесь же Фата... 5-й левел уже взял. 21 на 0 у него крипстат. Есть тапок. Есть у него хаста в баночке. Есть также веточка. Есть также... Телепорт. Ну и Иллидан. Есть ПТ. 740 голды. 30 на 17 крипстат. Все у Иллидана хорошо. Пока. А тут уже побежала атака, опять-таки, от Пайла и Дай. Ну хотя, как атака? Это просто не Сауи сейчас передвигаются на топ-линию. Тоже, кстати, Ring of Protection. Всем по Ring of Protection. В принципе, артефакт-то хороший, да? Вот Cloud9-ы начали эту моду на покупку Ring of Protection всем. И саппортам, и хард-лейнерам, и изи-лейнерам. Ну и мы видим, вот, одно кольцо превращается в позилку, второе просто валяется. Ну, из него можно сделать, не знаю, там, транквилы, еще что-то. Ну, в любом случае. Это хороший и толковый артефакт. Eternal Envy тем временем 29 на 3. По-прежнему у него имеется вот эта смерть во время Ферсблада. Ну и Фобосу пока тяжеловато в миде. Хотя Крепстат у него самый большой на карте, но, понятное дело, более агрессивным он быть пока не может. Вот напасть на Фату через ульт можно. Фата уезжает. Тут же будет стан. Вот он стан, и есть фраг. Отличная игра от Фобоса. Шекер. Пайлайдай рядом. Фобос. Фобос, кстати, тут выживет точно. Еще это отопьется. Шекер в другую сторону уже развернулся. Лил и ФНГ ушли. И браво, Фобос. Браво, Фобос, 1750 голды. Фраг сделан на... Никто не потерян. Даггер на подходе. Фобос играет сейчас на великолепном уровне. И не только про первую карту мы говорим, и про потом Фобос. Но тут, наверное, все-таки Саню... О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Только хотел сказать, что все-таки успеет его зацепить. Но отпрыгивает здесь. У нас пак. И его поймать не смогли. Разор тем временем он убрался уже до Тавора. Пока особо внимания на Энви не обращает. Они понимают, что он соберет все равно Родофатус. Только потом начнет собирать толковые артефакты. Маг уже шестой. Есть уже Аркантапки и 300 голды. Даггер потом будет появляться. Ну что же, пак. Восьмой левел. Пайлайдай. Привет. Изи фраг для Тайда. 870 голды. Ну тут, тут Клауд Найн сейчас дарят деньги нужным героям. Нужнейшие деньги. То есть паку на даггер, тайду на даггер. У пака даггер вообще через 100 голды. Это девятая минута. Это нуль талисман даггер тапок будет у Фобоса. А дальше, ну вы знаете, это Фобос. Это будет агрессия, прыжки. Так же, как это было у нас с Кентавром в прошлой игре. Он просто будет бегать и бить. Ну вот есть уже бабки на даггер. Ну и стоит ли спрятаться сейчас в Фобосов? Стоит ли отпиться, кстати. Заметьте, он, ну правда, несет себе банку. Пойнт бустер, по тем временем, у Элидана. Делает быстрый аганим. Правда, кольцо купил. То есть... Аганим будет непросто, первым. Будет намек на то, что можно и вангвард какой-то скрипать. Например. Что-либо другое... Я не знаю, что Трозор может придумать. Но хотя бы, знаете, тут худ не помешает. Тут вангвард это хорошо, но худ будет получше. Против этих ребят худ это будет вообще великолепнейшее решение. Пайп тоже мастхэв. Так что... Давайте ждать. Ну что же, снизу Пайлайдай. Три героя команды ВП ждут сейчас. Где-то в вижене Энви. Не нашли. Смоук. И увидят Энви. Вот он Энви. Прыгает Фобос. Нет, он просто идет пешком. Сайленс. Ультимейт. Стан. И Энви отправляется в таверну. Фобос спокойный фраг. Вообще, просто пешком пришли и убили. Энви второй раз умирает. В миде тавер, тем временем, присутствует Фата и Бон Севен. Надо быть осторожными. Ну что, Виртус Про. Полар 4-1 ведут на 11-й минуте. По деньгам 3 тысячи. По экспе 5 тысяч. И насколько хороши сейчас ВП Полар. Это просто удивительно. Ну что же, Фобос, тем временем, приобрел Главсов Хейс. Будет ПТ, надеюсь, собирать. Я очень надеюсь, что это будет ПТ, а не что-либо другое. Хотя, может быть, Саня действительно придумает что-то невероятное сейчас. Ну и маг. 100 голды до даггера. Есть телепорт вниз. Делает от него сюда Пайлайдай на весь пеш. 6 левел, кстати, у него есть. Гварды с собой. Маг очень хочет забрать крипа. Не получается у него это сделать. 100 голды не хватает. И жутко он недоволен. Но тут есть... Тут есть винга со свапом. И можно было бы свапнуть этого виспа и убить. Даже без ревейджа. Но мы видим нет. Тайтхантер. Пару копеечек. Сейчас все будет. Тут, тем временем, висп. За деревом стоял спрятанный ФНГ. Его нашли. Уже рядом Энви. Даггер есть у Тайда. Но вот уже спалил его маг. И уходит отсюда в миде. Фобос. 800. Трис голды. Ничего нового. Разор 1600. Этот разор продолжает расти и радовать. Миди-экшн. Есть первый Риперскай. С Фобосу в лицо. Пайлайдая убили. Достают Энвин кончиком. Но что дальше? Шекер стан. И шоквейв под двум. Очень хорошо. Размен 2 в 2. Ну и Винга с паком на двух саппортов. Неплохо. Но Энви. Энви очень далеко пошел. И не в ту сторону, куда надо. У него телепорт на кулдауне. Фата делает даблкил. А Фата тут улетит. Да. Иридан прилетает поздно. Фата улетает. И все. Энви спрятался. Энви купил сверду Фатус. И, кстати, несет. Вот и поделает на нижнюю линию. Неплохо. Неплохо. Хорошо все сделали здесь парни из Клауд Найн. Очень-очень качественная драка. Фобоса убили. И это уже норм. Так и надо продолжать действовать. Опять-таки мы видим, Фобос до сих пор в таверне. Все-таки, когда тебя рипером накрывают, это ужасно неприятно. Да? Ну и вот он Энви и его родов Атос. Дальше будет Даггер. Это мы знаем. И потом выход в Аганим. К минуте 27-28. Тут с Виспом воюет Винда. И, кстати, Виспу надо быть осторожным. Маг до конца не пошел. Фобос прыгает не туда, куда надо. И будет ли он догонять Виспа? Да, будет Фата. Тем временем Киликспри. Поймали Виспа. И Висп погибает. Но Шидоу Демон умер тем временем на другой части карты. Это Киликспри. Уже у Фаты. Да, мы видим, что, в принципе, в плюс Клауд... А, тут не считается еще смерть Виспа. Так что никакого плюса для Клаудна нету в этом моменте. Ну что, Розор. Пайп не делает. Делает сначала Аганим. Потом Пайп обязательно появится. Здесь без него вообще никак. Что ж, Бон Севен. Опасно находиться. Вот Фата. Фата. По Элидану. Есть РП. Увозят Элидана. Из Макропиры не будут увозить. И тут же Вис. Минус Элидан. Браво. Бон Севен зарабатывает фраг. Хорошо поймали здесь Разора. И очень хорошо его тут приговорили. Бон Севен. Стан. Есть ТП. Ну и Бон Севену тут вряд ли уйти. Фобос. С Сайленсом не попал. Но попадает Арбом. И забирает фраг. Еще и Денай Тавер. 8-6. На 16-й минуте счет в пользу команды Virtus.pro Polar. Они очень неплохо сейчас идут. Но им нельзя останавливаться. То есть у них есть ранее Дагера. И нужно реализовывать вот этого. Вот этого Арбуза. Ревейджа есть. И Ревейдж. Это спелл не для того, чтобы стоять где-то в уголочке и спрятаться. Это спелл для того, чтобы нападать. В первую очередь. Ну что же. Атака на мага. Планируется. Ну это такая себе атака. Энви. Энви 11-й левел, кстати. И Энви уже очень даже неплох. Статы неплохие. 47 плюс 25. Инты. У пака появляется Мидас. Саня, зачем? Почему настолько резвый Даггер появляется? Почему-то все хорошо. И он решает купить Мидас на 16-й минуте. Почему? Где логика? Это Пол Аганима. Зачем покупать Мидас на 17-й минуте? Тем более, когда у тебя настолько ранние Даггеры, настолько все хорошо идет. Мидас на 17-й минуте. В итоге минус висп снизу сделали оставшиеся игроки ВП Пола. По-моему, это очень ошибочное решение сейчас было. И очень могут пожалеть ВП Пола из-за этого. Ну что же, здесь тем временем Таварочек заберут вверхуса. Ветра появились у Джакиро. Или да, летит сюда. Тут же стан от Шекера. Кстати, что там у Шекера по Даггеру? Даггер через... Еще не скоро. Еще 1700 ему надо нафармить. Бон Севен. Поймали. Дрим Коэл. Бон Севен. ТП АУТ. Отлично. Просто отлично. И вот Фобос не успевает ничего сделать здесь вместе с Иллиданом. Потому что не было саппортов, которые могут сбивать ТП. Извините, были они, черт пойми, где на этот момент. Они, видимо, мешают фармить Лиса. И Рибер. Энви вместе с Пайлой Дайем прилетел. И Винга на 60 секунд в Таверну. Энви еще один фраг. 8-9. Знаете, по деньгам. В ноль вышли ребята из Клауд Найн. По экспе, проигрывая 5500, вышли в ноль. Почему это происходит? Потому что не было ни одного рэвиджа. Во-первых, ни одного рэвиджа еще не было заюзано. В миде у нас тем временем. Вот он, первый рэвидж. И Ауи убили. Ну вот. Даггер тем временем у Энви. Пак. ПТ собрал себе. Молодец. Аганим Фобосу надо делать. И очень надо при этом. Здесь Бон Севен пытается убежать. Спалили, куда он завернул. Видят его. Свап не будет. Далековато. Он был в кустах, но я тут не успел немножко ФНГ. Хотя был бы свап. Ну нет, убили бы, наверное. На топе очередная вышка в активе. Клауд Найн. И продолжает фармить Энви. Вис, понятное дело, всегда рядом с ним. Макнус. Есть уже БКБ. Дальше будет делать, не знаю, какой-то рефрешер, наверное. Бон Севен тоже уже полезен. Ну и здесь даггер 1500. Венга 227. Венга 227. Венг не знает, что им делать. Аганим появился у Иллидана, но они не пушат. За часть на БКБ есть. 5 таки не ясно. Ну или да. Ну что же, ФАТА. 5-1-3. Тем временем, ФАТА пока отыгрывает шикарный матч. Каких-то претензий к нему мы не можем. Пока. Выславливает, скажем так. Потому что пока ФАТА безошибочно отыгрывает. Помогли ему там при Ферсблайде, когда он делал, когда он первый фраг для себя делал. Ну и на топе. Энви идет по линии, а остальные идут за спиной. ВП Полар пока не ведутся. ВП Полар просто забирает Т1. А в Рупал Т2 на топе стоит. Ну и уходят сейчас еще и на низ. Может быть даже пойдут на Рошана, вы знаете. А никто им в этом не помешает. Ну то есть в масс-файте, понятное дело, что сильнее и намного Ребзи из ВП Полар. Это понятно. Ну и Тауэр на топе все-таки запинает здесь Энви. С руки вместе с Бон Севеном и четвертым Ликвид Файером. Ну хотя вы смотрите, боятся. Чего-то очень сильно боятся. Есть Глиф. ВП Полар не здесь. Но вот сейчас уже понял Бон Севен и Пай Лайдай, что наверное не придут в ВП Полар на сейв. И вот теперь они точно понимают. Тауэр падает, забирает его Джакиро. А Эгис оказывается у Раззора. 2000 голды. Ну и как же добавляет мобильности сейчас Бон Севен, приобретая Даггер? У него есть Даггер, есть Ветра. Это такое огромное количество возможностей появляется. 600 голды до Даггера у Шекера. 3200, тем временем у Некровуса 1000 до Аганима. И Магнус уже собрал треть рефрешера. 24 минуты игры за нами. И по-прежнему абсолютно не ясно, кто же у нас сегодня в этой игре окажется победителем. Будут ли это Virtus.pro Polar или же будет у нас третья карта матча между Cloud9 и VP Polar. Я понимаю, что вы хотите, чтобы Virtus.pro Polar выиграли. Ну, может быть, кто-то только присоединился к эфиру и хочет подольше дотку посмотреть, поэтому хочет, чтобы выиграли Cloud9 и была третья карта. Но мы все, конечно, желаем успеха нашей команде. Всегда хочется, чтобы на лан-финалах играло больше наших. Но, правда, не забываем, что победа в этом матче фактически ничего не дает, кроме попадания на завтрашнюю игру с Сикретами. Ну, а да ладно, выиграли у Cloud9, у Сикрета выиграть тоже небольшая проблема. Плюс, к тому же, завтра будет еще одна. Возможно, спашпирить. Пайлайдай, стан, успеет ли, надо Сайлен сдавать. Ну, вот и Фобос ошибается. Фобос очень сильно ошибается. Отлично, начал игру в самом начале. После этого куча ошибок. Поставил, мы видим Dream Coil. И Фобос собирает Ultimate Orb. Опять-таки неверное решение. Ну, да ладно. Ну, что же, Фобос, 15 уровень. Тем временем уходит отсюда. Ауи, кстати, подтягивали сюда остальные игроки. Повар могли поймать. Не по Нетворсу Фата первый, а Эллидан... Ай, второй уже, извините, Eternal Envy. А дальше идут вот триплой Эллидан Маги Фобос. Ну и по деньгам. Тысяча голды преимущества в АП Пола. И 3000 экспы. То есть они вот начали понемножечко, опять-таки, доказывать, что они на данный момент сильнее. Не намного, но сильнее. Но там скоро появится Аганим. А нет, вы смотрите, как решил Энви. БКБ. Это БКБ, а не Аганим. Интересно. Ну, опять-таки, понятное дело, почему. Переживать это все. Поймали... Хотел сказать, поймали Лила, но в итоге только-только увидел Лила Энви. Сразу же давай отсюда бежать. Пайлайдай тоже тэп аут. И Даггер появляется у Ауи. Несвойственный герой для Ауи Шейкер. Не часто играет им Клауд Найн. Я бы даже сказал, очень редко. Но играют и... Посмотрим, как получится. Хорошо ли или плохо. Ну что, Тавр тем временем упадет. Понятное дело, что дефить его никто не будет, тем более под ультимайтом Разора. Зато параллельно Фата 3000 голды. Уже почти рефрешер. 2 РП будет. Нужно купить пайп. На будущее. Для драк. И это понятно. Деняет ФНГ Тавр в миде. Ну и Лил с медальоном. Вот ФНГ тут надо быть осторожным в миде, потому что уже рядом Фата. И Фата прыгает на ФНГ. А, он не прыгает. Он просто пешком приходит. И ФНГшку убивает. Ну, Шейкер Ульт вынужден был потратить. И БКБ был вынужден потратить Теледан. Он не был вынужден его тратить. Он просто захотел его потратить. Фобосу сбили блинг. И все. Отомстить за ФНГ не смогли абсолютно никак здесь парни из Виртус Про Полар. Ну, Клауд Найн сейчас ВП переигрывает. То есть, я не имею ввиду там по деньгам или по экспедам. Потому что Вата Полар опять до 5000 набрали преимущество. Но Клауд Найн выбирает правильные моменты. Выбирает нужные мувы. Что ж, 1600 голды тем временем у Бон Севена. Фобос собирает Хекс. До Хекса осталось совсем-совсем чуть-чуть. Вот буквально сейчас убьет Твой Сидж Крипа. И это уже будет фактически готовый Хекс. Надо просто пойти и купить. Ну вот, на Т2 Тауэр в лесочек. Быстрый Хекс. Есть к тому же еще и мы видим Баунти Руна. 17-й левел Фобос. И рефрешер у Фаты. Или Дан минус Пайлайдай. Поймали. Убили. Вот здесь в лесах. Ну и маг тоже собирает рефрешер. И у мага тоже рефрешер скоро появится. Ну, для мага, конечно, сейчас фарма Эншитов это прям самый, что не есть рай. 12-9. Полчаса игры за нами. И по-прежнему все очень сложно. Есть рефрешер у мага, есть рефрешер у Фаты. Тут вопрос в том, кто первый прыгнет. Просто если первый прыгнет Фата, то маг, в принципе, неплохо будет себя чувствовать. Но вот нужно выбрать момент. Правильный момент. Чтобы Разор успел включить БКБ. Да, он будет все равно стоять в стайне. Но его ультимейт будет работать все это время. Это важно. Это очень важно. Плюс есть ВП сейвы. Это и Вингай, и Шеду Демон. Так что у них будут шансы подраться. В любом случае. Хексу пакай. Мы видим, есть уже ставку. Уизердрайк купил Фобос. Я не знаю, что это будет. Будет ли это... Ну, Ветра. Не знаю, какой другой вариант тут может быть. Фурстав. Пятый догон. В Некро-3 тоже вряд ли. Шекер. На хэк-граунде здесь стоял. Вард тыкнул. Ну и бесконтактная дота у нас идет. Команды боятся друг друга. Команды боятся. Там даггер УШД. И это, кстати, очень круто. Если бы еще даггер Вингия, это было бы вообще мега круто. Тут бы догоняли ВПП уже. Ого-го. ВПП, Ого-го. БББ. ББПЕ. Жи-жи-жи. Ну что, тут Виртус Пропоулар. Мы видим, отжимает территорию вокруг Рошана. До Рошана осталось совсем немного времени. Ауи отсюда блинками пытается убежать. Тут разбивает варды. Виртуса гарантирует себе вижн. Гарантирует себе хорошую позицию при будущей драке на Рошане. Ну и маякует на Рошана сейчас прямо у нас в НГЭ. И Вирт, пора туда пойти бы. Ну что, Рошанчик падает. Под медальон довольно быстро. Надо лететь на топ, потому что здесь будет проседать уже Т3. Макропира, быстро крипы поумирали. И уже поджигает Тауэр у нас Бон Севен. Но Рошан, наверное, будет поважнее, чем просевший на 300 ХП Тауэр. Мы правда просили на 400, даже на 500 ХП. Бон Севен и Ауи на топе организовывают интересные мувы такие. Сюда бежит вся команда ВПП. Далеко отсюда Энви и Пайлайдай, но они же прилетят. И у Энви нету Аганима по-прежнему. Поэтому, если он заглушит, то с Байбэком. Мак, будет ли прыгать? Мак, поздно уже. Поздно и только один Шекер здесь, который, к тому же, уже в лесах спрятался. На него маякует. Мак прыгает. И Шекер блинкаут. Браво. Браво, Ауи. Отличная позиция. И Ауи уже отсюда. У-с-ка-ка-о. Ну что же, Виртуз Прополар. Они понимают, у них Аэгис. Размен линиями сейчас не на их пользу. Они ведут очень много экспы, очень много денег. Им надо забирать Т-2 и уходить отсюда. Потому что здесь, да, они уже уходят. Потому что рядом уже Винга. Отгоняет Фату отсюда подальше. Тава расставляют на попечении одного Иллидана. Иллидан с ним, конечно же, справится с Аганимом. Иллидан. Магнус. Иллидан. Ну а зачем же тебе БКБ, друг? А вот это вот неплохо. А вот это вот очень даже неплохо. И Дайер Кувер, конечно, был убит. А Энви. Ой-ой-ой. Вот это вообще неплохо сейчас для ВП. Лил прыгает. И Фобос прыгивает. Прыгает. Достают всех. И это минус 4 в исполнении Виртуз Прополар. Иллидан. Трипл килл. Как же вовремя ворвался маг. И вы смотрите, что делает Виртуз Прополар. Они убивают четверых. Вау. Ну что же. Т3 Тавр. Начинает проседать. Байбэк заставили сделать одного Джакира. Тайтхантер пугает его. Правда, без ультимейта Иллидана не так какое-то делается. Самое главное, что не был потерян даже Эггис. Там рефрешер, кстати, у Иллидана. Там было два у него ультимейта. На это я не обратил внимания. Тавр продолжает падать. Джакира боится пока подходить, но что понимает, что Фобос может прыгнуть из-за Хекси. Шекер стан. Иллидан. По-прежнему не потерял Эггис. Т3 упала. Надо побить Бараки. Надо побить Бараки. Ну нет, нет. Боятся в Виртуз Прополар. И уходят они отсюда. Тайд Хантер приобретает себе ультимейт Орб. Ленкин Сферу себе какую-то сделает. Не знаю, зачем, правда. Ну, против Рипера. Ленкает всегда хорошо. Кстати, кроме Рипера-то ничего ее не будет сбивать-то, да? Кстати, это очень хорошо, когда нечем сбить, кроме Рипера. Надо будет вязать какие-то ветра на него, либо еще что-то. Ну, врыв тут на Вингу. И Винга. После Рипера на 85 секунд. В небытие. Ну что же. После очень хорошей драки Виртуза сейчас должны подсобраться. Тут Иллидан, кстати, купил себе Пойнт Бустер. И Тревела. Таким, наклепал там фрагов. Там тем временем ловят у нас Фату. Фата. Прожал БКБ. Пытались его развести на ультимейт. Но в итоге его на ультимейт не развели. А Фата как раз таки получается, что развел. Ну что, поулетали отсюда. 10 тысяч голды, 15 тысяч экспы и 1-0 в серии. Фиртус Про Полар. Ну вот и Дагон 3 уже у Фобоса. Фиртус Про Полар имеют все козыри сейчас на руках. Они действительно могут выиграть эту игру. Пропал Эггис. Так и не заюзали. 5,5 минут до следующего Рошана. Появляется тем временем Худу Винги. Сделает потом Пайпс, понятное дело. ФНГ с этого. 2,4,9 у него сейчас. Ну что, ну третий Дагон у Фобоса. Там должен, кстати, ему прилететь. Вот это вот плохо, что у него Дагон и вот здесь валяются. Что это очень важно. И каждый Грейт он очень важен. И Фобосу надо себе нести этот Дагон. Ну он, мы видим, его не несет. А там появляется Аганим. Вот теперь это плохие новости. Это очень плохие новости. Ну что, Хиксуля у Тайда появляется. Два Хикса. Все отлично просто. Ну и Шадоу Демон. Вот, видим, Т2 пытается убить через ульты Лидана очень быстро. Ну, кстати, действительно падает довольно быстро. На топе уже их распушивает. Но вот вы знаете, стоит ли вестись? Ну, все-таки похоже на то, что да, стоит. Есть ТП. Это Разор. С ультом летит и надо от него разбегаться. Это все прекрасно понимают. Тауэр в миде Т2 упал. На топе за Дефили. Ну, кстати, здесь Разор один. И тут все зависит от того, если на него вороться успеет ли Лидан прожать БКБ. Если успеет, все нормально. То дальше Рефрэш. Еще один Айв Дэ Шторм. И там поехали. Вот так вот. Успевает! Успевает Лидан! И все! И потерян сейчас РП. Надо бежать. Стоит в углу здесь Шейкер. Лидан неплох. Вот так вот. Шуточки про Иллидан не прожал уже не имеет смысла. И решили, что нет одного РП. Стоит постараться. Стоит попытаться пойти по миду. Шейкер прилетает. Очень далеко сейчас ПАК. Очень далеко также и Лил. Вот он ПАЙП. Зашли. Шейкер дает стан. Магнус. Увозит Разора. Разор БКБ. Все нормально. Магнуса. Магнуса. Высвапнули. Просто моментальный минус. Магнус. Надо делать байбэк. Нет по-прежнему Бон Севена. Магнус не делает байбэк. Почему он не делает байбэк? Вот только сейчас сделал. Ну что же. Побили Тавр. Надо продолжать. Магнус прыгает в двоих. Тут же Энви. Энви будет от скот накрыть. Тайт Хаттер. Очень хорошо. Второй раз. Маг. Где второй ультимейт от Мага? Нету пока второго ультимейта. Потому что там БКБ. Минус 4. Энви. Едва живой. Минус 5. Энви делает байбэк. Здесь же Бон Севен, который выкупился. Никого не убил. Энви по-прежнему. Курица там тоже погибла. Залетает. Вылида на ультимейт от Энви. Его убивает. Энви. 1. В 4 остается Энви. Вот он. Второй реведж. Энви второй раз умер. Бон Севен. Второй раз умирает. Ультимейт пака только-только был поставлен. 5 игроков команды Клауд Найн Таверни. Виртус Про Полар. Все красные. Всей командой. Но все-таки сносят мидлейн. И пойдут сейчас нести топ-лейн команде Клауд Найн. Вот это драка. Как четко все сделали ВП Полар. Какой шикарный ультимейт от Мага. И как сейвили оба саппорта. Просто браво. Что Лил. Что ФНГ. Но Шекер прыгает с ультимейтом. И вот тут же хиксят. И минус Шекер. Сваб. Бон Севена. Он успевает себя поднять. Тут же бис. Хекс Бон Севена. С Дагоном просто Фобос разбирается. Дагон. Левел 4. Маг побежал уже под фонтан. Бит своих друзей. Времен Старладера 10 сезона. Сторона упала. ВП должны уйти отсюда. Просто уходить Маг. Маг говорит я тут буду жить. Мне тут нравится. Класс. Ну полярные медведи радуют. БКБ. О, Тайда. Ребята. БКБ. Хекс. Рефрешер. Маг просто. Вот вы понимаете что творит маг? Это человек которого кикнули из Эмпайр. Из Эмпайр. Которые заняли восьмое место на саммите. Ну что. Ну что. Совсем чуть-чуть осталось УВП. Совсем чуть-чуть. Т2. Т3. И два барака. И они понемножку перемещаются на нижнюю линию. Рошан стоит. Рошана надо обязательно забрать. Там Разор кстати почти уже со Скади. Которые в первую очередь наверное. Ну или это будет не на Скади конечно. А что же еще. Для жирности в первую очередь. 138 голды мы видим дает ему сейчас. Руна. Неплохо кстати. 34 минута. Деньги тоже. Неплохие. Ну что падает Рошан. На этот раз Сыра Эгис. Фобоса пятый догон и 3000 голды сверху. Он еще и купит сейчас. После того как убьет этого Рошана. Пойдет купит себе. Ну правда чуть-чуть денег не хватает. Но вот Фобос накалядует. Я думаю где-то. И когда у него появится Эзериал Блейд. Эзериал Блейд Дагон 5. Это вам ребята такая беда я скажу. Ну вот пока мы видим решает подпушить. Курицу надо уже вести если они хотят. Там линию пушит Фата. Некролит с Агонимом еще никого не убивал. Убивал извините. Отправлял же он Разора на 120 секунд. Ну что, Тауэр падает без проблем. У Элидана ультимейт до сих пор действует. Если что, есть еще один. У Мага тоже куча ультов. Вот так вот. Заходит просто Элидан. В БКБ. И начинает просто бить Т3. Т3 дефить нечем. Магнус. Маг. Иди сюда. Да, один раз. Бьет Ауи. Тут же Хекс. Тут увез Фата. Второй раз. Просто прависимо. Шикарная игра. От Virtus.pro.power. Настолько круто. Я просто настолько огромное удовольствие получил от игры на Popolar сейчас. Просто вау. Молодцы. Ну, что я могу сказать вам. Турнируем таблицу я могу разве что показать. Да, сейчас я ее обновлю, конечно. Потому что ручками, ручками надо обновлять. И это первая сенсация этого плей-офф. Я надеюсь, не последняя. Я очень надеюсь, что это не последняя сенсация. Я очень надеюсь, что еще у нас будут сенсации. Будут показывать ВП Полар и ПР и себя только с лучшей стороны. И я очень надеюсь, что именно эти две команды дойдут, например, до гранд-финала. Это, в принципе, до сих пор возможно. Ну, вот так вот выглядит сейчас. Сетка ПР против Клауд Найн в первом раунде Лузеров. И, собственно, Сикрет против Virtus.pro.polar в сетке Пинеров. В финале сетки Винеров. По расписанию, ребят, по расписанию. Завтра в 16 сет нас ждет игра Cloud9 Power Rangers. Завтра в 16 сет, еще раз напоминаю. Завтра в 19.30 нас ждет финал Винеров. То есть число, еще раз вам напоминаю, это у нас будет пятое. В 16 сет, я даже сейчас вот... Субтитры сделал DimaTorzok.